Так, друзья, тема, которую Михаил уже вначале проанонсировал, и она уже громко обсуждается с самими участниками, одним из участников, потому что реакции Фархада Ахмедова я не видел и не слышал, по-моему, он никак не комментировал. А вот Иосиф, тот, который продюсер Валерии, он уже несколько раз даже реагировал на эту запись. В интернет, напомню тем, расскажу тем, кто не знает, напомню тем, кто забыл, в интернет попала запись разговора, как предполагается российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина с бывшим членом Совета Федерации, миллиардером Фархадом Ахмедовым. На аудиозаписи собеседники в резких выражениях критикуют российское руководство за развязанную войну против Украины, приведшую к изоляции России от остального мира. Вскоре после этого Иосиф Пригожин, неоднократно публично заявлявший о поддержке президента Путина, сначала назвал опубликованную аудиозапись fake news, а затем сказал, что симбиозом сказочных фраз и тех, что были сгенерированы нейросетью. В самом разговоре они говорили, что президент за все это ответит, за все с него спросят, они нас потеряли, наших детей, их будущее, их судьбу, понимаешь? Если честно, они, конечно, преступники, говорит Пригожин, еще какие преступники, тут много нецензурного. В общем, разговор идет о развязанной войне, и, как вы правильно сказали, Пригожин очень сильно ближе к финалу огорчается, что мало того, что он развязал эту войну, так он ее еще и проигрывает. Вот если бы еще выигрывал, дам бог с ним еще, ладно вот, а так он еще и проигрывает, а нас, бедненьких, не подумал. Как думаете, что... Давайте вот контекст, вот сам контент обсудим, безусловно, но мне интересно, что будет с Пригожиным дальше, который пытается сейчас вот так, как говорят, промеж кроплынками. Ну да, я вот... Разные мнения есть на этот счет, честно говоря, я интересовался у всяких там кремлеведов знакомых, которые более-менее понимают не в конкретную ситуацию, в конкретную ситуацию, естественно, никто ничего не знает, а в целом, какие за это предусмотрены обычно в Кремле санкции. Ну вот говорят мне, что, скорее всего, тяжелые. Я, честно говоря, сначала был настроен оптимистично, но оптимистично в отношении судьбы Иосифа Пригожина. Мне казалось, что ему это сойдет с рук достаточно легко, потому что мало ли кто там что делает. И если человек не пытался скрыстятничать, а деньги он не пытался украсть явно из этого всего разговора, то мне казалось, что ну мало ли действительно кто чего в личном разговоре. Но что-то говорят нет, что не простят его, потому что он слишком близок к Путину. Вот у него слишком большая степень близости к Путину, да. Ну понятно, что он там не ковальчуки какие-то, но тем не менее, как актер, как человек вот этого мира, извините за слово, которое я сейчас употреблю, культурой, он из людей культуры, он один из наиболее приближенных к Путину лично прямо, а это личная угроза для личной безопасности. Поэтому, скорее всего, не простят по несколькому званию и могут все что угодно с ним за такое сделать, действительно. Вот. Поэтому его ждут плохие последствия. А для, кстати, Ахметов, или как там Ахметов? Ахметов. А для Ахметова, скорее всего, там нет каких-то больших. Он, насколько я понимаю, ну то, что я так успел бегло прочитать про него, но у него уже нет давно ничего в России. Просто ничего нет. Он бывший сенатор, бывший Ахметов. Ну, насколько я знаю, он и попал под санкции, и большое количество имущества, счетов арестовано было в Евросоюзе. Нет, безусловно. Никто не секрет, что он был приближенным Путина, не секрет, что он сделал свое состояние на отношениях с какими-то российскими государственными компаниями и так далее. Это все, да, само собой. Просто все это достаточно давняя история, и он давно из-за всего этого, я насколько понимаю, уже не участвует во всем этом как-то. Ну, в смысле как? Это все, да, все так. Поэтому санкции понятно за что. Вот вопросов нет. Я имею в виду, что против него нет больших инструментов. То есть, понимаете, Пригожину можно отдалить от Путина, лишить концертов и так далее, и так далее. А этот, это же не Дерипаска, не Абрамович, которому нужно каждый день решать какие-то проблемы по бизнесу. Понимаете, как бы не действующий бизнесмен. На действующих бизнесменах есть миллион, что можно сделать. А с этим, ну что, деньги отнимать, штрафовать. Он не живет в России, тоже такой вопрос. Вот, и он так, я так понимаю, ездит в Москву. Ну, не будет, наверное, человек больше ездить в Москву, как либерал. Неожиданно станет либеральной оппозицией, знаете, этот олигарх. Вот, поэтому ему меньше угроз. А вот для Пригожина, почему, собственно, от этого олигарха никаких не последовало разоблачения этих, как это, опровержений и вообще слов. Потому что я не думаю, что его это, то есть понятно, что ему это неприятно, тут вопросов нет, но для него это не конец света. А для Пригожина это конец света, в буквальном смысле. Ну, скорее всего, все, как бы свет в конце туннеля закончен. Да еще жена пилить предстоит, сколько будет. У него же концерты сейчас слетят по всей России, скорее всего. Вот, поэтому неприятности все у Пригожина будут. Да, там как раз про запреты, я просто вспомнил сегодня, читал материал, что у Валерия Меладзе отменяются концерты по всей России с формулировкой, так он же запрещенный теперь артист. Как думаете, Пригожин, который Иосиф с Валерией, которая певица, выйдут, или если они сейчас в России, выйдут ли они за пределы, будут ли они пытаться как-то спасаться, или будут стоять, бить лбом возле Кремля, просить прощения, батюшка-царь, нейросети поганые за меня все выдумали? Я не знаю, где они сейчас находятся, потому что запись эта сделана явно не сейчас, потому что они упоминают. Сам Пригожин сказал, что это в январе, потому что потом же было новое еще разоблачение, что там что-то в январе. Он же потом признался, что это его, как бы, ну не прямо, но признался, что это частный разговор. Там, короче, из этого следовало, что, ну точно, что не позже февраля вся эта история записана, и он в этот момент находился в Дубае, где он находится сейчас, я же не знаю тоже. Вот я уверен, что будет, да, бить челом, будет бить челом. Не поедет он, убегает, прятаться. Ему негде прятаться, нечем прятаться. Ну, слушайте, он весь как на ладони, он продюсер. Он же не агент ФСБ. Был бы агент ФСБ, мог бы поехать в Бразилию, прятаться там от этих ФСБшников. А здесь, ну что, ну вот он уедет, куда, в Ниццу? Или куда там? И в Ниццу к нему приезжают посыльные от Путина. Говорит, Йоси, ты что, свалил, что, разговаривать не хочешь? Что, даже не поговоришь? И что он скажет? Я не поеду, я спрячусь. Спрячьте меня, я сдаюсь, я хочу жить в свободной стране. Я выбираю свободу, он закричит. Нет, ну это прожженный абсолютно элемент нынешней путинской системы пропаганды. Санкций против него нет, ну так завтра будут. Против него санкции, по-моему, только украинские, насколько я помню, и там какие-то запреты на въезд в некоторых странах. Вот я знаю, в Латвии запрет на въезд на него. Ну так запретят ему въезд. Что, кто-то пустит в Европу, что ли? Будет в Дубае сидеть. В Дубае каждый второй это русский шпион, понимаете? В Дубае сейчас, поэтому вот уж не проблема. Какой-то побеге, я не верю в побег пригожен. Он не настолько хитер, умен. Вы слышали, вот его реакция, да? Вот это меня поразило. Все-таки разница в классе, как говорится, между прожженным олигархом и человеком культуры. Искусство еще больше. И человеком искусства, да? Прожженный олигарх говорит, вот когда санкции вводят, так, сяк, и так далее, и так далее. И человек искусства ему отвечает, так, а если ты запишешь, что твоя яхта якобы у тебя в кредит взят в турецком банке под эту яхту? На что человек бизнеса говорит, ну, Йоси, ну ты головой, тебя вообще в этот момент. И дальше объясняет, какие именно с ним действия такого сексуального характера совершит Евросоюз и Соединенные Штаты за попытку уклониться, обойти санкции. И действительно, из всех, кто под санкциями оказался, только один человек решился, по-моему, пытаться их обходить. Это Михаил Фридман, в результате оказался в кутузке и вышел только под залог. Поэтому вот этот олигарх, этот Ахметов, он, видимо, догадывается, что так делать нельзя и предупреждает Йосифа, что ты что. Ну вот, о чем это говорит? О том, что человек-то этот пригожим, он небольших способностей в этом смысле, вряд ли ему удастся как-то уклоняться от встречи с российским, российским нынешним правосудием, если можно так назвать. Поэтому, я думаю, он сам пойдет сдаваться и каяться. Посмотрим, как будут развиваться события в этом сериале. Ждем следующую серию, очередные оправдания Иосифа Пригожина. Пойдем к следующим заявлениям. Есть такой Дмитрий Анатольевич Медведев, который заявил свежее. Он до этого встречался с журналистами, про ядерное оружие тоже говорил, но вот сейчас он сказал про, знаете что, ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если они ушли от нас, всякие Нетфликсы и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал для того, чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились. Конец цитаты. Да, ну, во-первых, что меня радует, кстати, вот я в начале эфира несколько, так сказать, отчитал зрителей за то, что не на то обращают внимание, не смотрят на реальные опасности, да, когда я говорю про ядерную угрозу. Но вот ровно в вопросе Медведева смотрят на реальные опасности люди. Я у себя вчера в эфире провел опрос на тему, на кого будет выдан следующий ордер в ГААГу. И я, честно говоря, так вот раньше, да, по реакциям, я думал, что люди же больше любят пропагандистов всяких, ненавидят больше пропагандистов, что вот они их выдадут на первый план. Но нет, вы знаете, подавляющее большинство сказало, что следующий ордер будет у Медведева, на втором месте оказался Лукашенко и на третьем Шойгу. То есть это серьезные ответы. Причем, что там в списке были Соловьев, Симонян. Нет, они все внизу. Вот реально это Медведев, Лукашенко и Шойгу. И это, я думаю, такие взвешенные ответы зрителей. То есть зрители явно подкованы политически и понимают, что вот это настоящие преступники, а то все некая шушера там, все эти пригожины. Медведев – государственное официальное лицо. И все его заявления – это заявления российского государства, в том числе, если российское государство их не опровергает и не сообщает, извините, он там больной, сошел с ума, заболел, мы на это не рассчитывали. Поэтому, когда он говорит, что он нанесет ядерный удар, или что он нанесет удар по Гааге, или что он нанесет удар по Берлину, это государство РФ такое сообщает. Государство РФ больше никто. Это от имени российского народа сообщает российское государство. Вот. Значит, в данной ситуации, ну я почему? Я к тому, что вот ответственность действительно Медведева, она очень велика, и действительно он следующий после Путина на розыск. А если говорить именно об этом заявлении с пиратством, ну, потому что мы уже понимаем, что у России нет ни правила, ничего, что они просто решили, что они будут определять правила, тут вопросов нет. Меня во всем этом вот немного, честно говоря, позабавила все-таки одна вещь. Иногда можно и расслабиться. Вот он же сказал, не только воруйте, да, скачивайте, но и распространяйте, чтобы наносить им максимальный урон. И вот он не знает, это означает о чем? Что когда этот Медведев был президентом РФ, он же получил прозвище iPhone за то, что общался со Стивом Джобсом, пользовался iPhone. Но, видимо, он с тех пор деградировал полностью. Он не знает, что сегодня попробуй куда-нибудь этот пиратский контент распространи. Он же знает, что тебе все забанят, ничего не будет, что ты в YouTube не выложишь этот пиратский контент, правильно? А он, правда, не в курсе. Ну вот как обычный россиянин, который он призвал, должен распространять пиратский контент? Куда? На пиратские сайты внутри России? Ну попробуйте с пиратским сайтом на таркетингом в Америку что-нибудь сделать. Ну посмотрите, что будет. Что такое кибербезопасность, что такое забанят, что вообще будет. А Медведев просто про это не в курсе. Он явно отстал. Это хорошо. Это значит, что они сейчас совершенно живут в своем том мире прошлого. Это наш единственный шанс, вообще единственная надежда. Когда вылезают случайно, у них такие... Пробалтываются они о себе самих, о том, что у них внутри. Это всегда радостные новости. Еще одно заявление. Теперь секретарь Совбеза России подчеркнул, что Вашингтон зря взращивает надежды на превентивный удар, который тот якобы готовится нанести по РФ. У России, мол, есть уникальное оружие, которое способно уничтожить даже такого мощного противника, как Соединенные Штаты, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Дословно, Россия терпеливо и никого не запугивает военным преимуществом, но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию. Также добавил, что Россия после распада СССР провела работу над ошибками и сейчас может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне. Я понимаю, что это, скорее всего, на 95% это для внутреннего пользования, для потребителя российского. Ну а на Западе? Ну они же читают заявления вот с этих Медведевых, Патрушевых, ну это же откровенная угроза. Один про ядерку говорит, тот другой говорит, у нас суперсовременная. Это же не пьяный Жириновский, который в бане, что мы там ось земли, значит, и все пойдут под воду. Это серьезные заявления, серьезные угрозы. Запад как-то должен на это реагировать? Или все уже поняли, пусть уже мерят, что хотят? Нет, они не мерят, что хотят. Это представитель Совета Безопасности РФ, Патрушев. Он не кто-нибудь, вы правы совершенно, он не пьяный Жириновский. Когда он говорит про оружие, которое уничтожит США, естественно, что он имеет эту ядерное оружие, потому что нет конвенционального оружия. Чем они будут? Танками Т-55 уничтожить США? Естественно, что он говорит о ядерном оружии. Являются ли эти слова ядерной угрозой, угрозой нанесения ядерного удара? Являются. Слышали ли мы когда-нибудь такие же слова от США? Вот когда-нибудь вообще? Нет. Мы когда-нибудь слышали такие слова от Китая? Никогда. От Британии или Франции? Никогда. Мы слышали это от Северной Кореи, мы слышали это от Ирана, ну, правда, в адресе Злаеля, и мы слышали это от Российской Федерации. Поэтому, да, конечно, должна быть реакция. То, с чего я начал свой сегодняшний спич. Как вот это все услышав, вот эту реакцию, эти слова официальных лиц РФ, лиц реально ответственных за эту самую ядерную доктрину, за развязывание ядерной войны. Когда она будет начинаться, ее будут начинать Путин, Патрушев и Медведев, и кто-то другой будет начинать ядерную войну. Ну, там, Шойгу, может, еще, да. Они будут начинать ядерную войну. И Лукашенко, с территории которого эта война будет начинаться, будет тем, кто начнет ядерную войну. И мы им не верим. Мы не верим этим людям. Мы говорим, да нет, они просто, как вы говорите, может, относятся как, типа, да ладно, пусть уже мелят. Они мелят. Слушайте, ну, они на нас напали. По-настоящему, без всякого. Вот они убили уже десятки тысяч мирных украинцев и десятки тысяч военных украинцев, да. И мы им не верим до сих пор, что они всерьез. Мы еще сомневаемся, что они начнут ядерную войну. Где основания? Ну, и главное, я говорю, они правда пользуются поддержкой народа. Проведите сегодня в России прямо свободные вот сейчас выборы, и снова эти люди получат власть. И Путин получит, и Патрушев получит. Поэтому большинство населения поддержит эту войну. Конечно, поддержит. Поэтому какие сомнения? И что можно, чем можно остановить агрессора? Можно остановить только тотальным объединением мира, про него, да, объяснением, что будет, перенацеливанием, естественно, всех ядерных ракет на Российскую Федерацию и тотальной изоляцией. Нужна тотальная изоляция России уже не на уровне вот так, как сейчас какие-то санкции. Нет, именно полностью перекрытие все торговые пути, границы, все-все-все. По-другому никак. Заморить их можно. Продолжим следующей информацией. Еще раз, зрителей попрошу лайк поставить под этим видео, чтобы YouTube рекомендовал к просмотрам и другим пользователям тоже. Можете в Viber, отправить в Telegram, в WhatsApp, просто ссылку на этот стрим. Михаил, в Риге прошла антивоенная конференция, уже четвертая, организованная форумом «Свободной России». Три предыдущие конференции прошли в Литовском Вильнюсе, как и остальные события форума за все семь лет его существования. Почему это мероприятие происходило в Риге, неизвестно. Как вы, Михаил, лично относитесь к подобным съездам в целом как к тенденции, и почему участники такого и подобных съездов откровенно друг друга не любят. Отдельно Каспаров, отдельно Навальный и ФБК, отдельно Ходорковский, отдельно Пономарев. И вот часто они там никак не найдут ни общего языка в одном зале. Почему так? Нет, они не в одном зале. Это съезд определенной части оппозиции. Не всех, там нет никого. Навальный и ФБК. Начнем с этого. Я же говорю, почему у каждого свои пасочки. Почему? У каждого свои, потому что так, в общем-то, это нормально для демократического вообще-то общества. Вот я сегодня слушал по этому поводу Ходорковского, не про этот форум, а вообще про разногласия между членами оппозиции. Но это логично, как бы действительно у одних взгляды на будущее России такие, у других другие. У одних на способы ведения революционной борьбы одни взгляды, вот как у Пономарева, например, что нужно вооруженным путем брать Москву, а у других, другие там вот, вплоть до чего там, какой-нибудь, какие-нибудь люди из одной организации или вообще без организации могут взять там, написать письмо, что снимите санкции с наших олигархов. А Ходорковский, да никогда в жизни такого не написал, пока человек сам полностью не отмежевался там и так далее. То есть, безусловно, у них расходятся позиции. Не может быть по-другому. И не надо. Они не должны, а как иначе вот будут? Они все объединятся, и кто-то будет кому-то начальником? Так не будет. Вот. И это нормально, что оппозиция разная. На Майдане тоже были и такие, и такие, и такие оппозиционеры. Но все их объединяют общие задачи какие-то. И сейчас есть какие-то общие задачи. Просто каждый решает ее в силу своих способностей. Вот там Чичваркин, вот просто я говорю о нем, потому что он участник как раз этого Рижского форума. Он вот помогает украинской армии. А есть люди, которые не готовы помогать украинской армии. Но они тоже в оппозиции к Путину. Вот. Поэтому такого, что вот ай-яй-яй плохо, что они тут все не вместе, такого нет. Дальше. Мы как украинцы выбираем себе среди них наибольших союзников. Мы, естественно, не согласны с теми, кто пытается снять санкции с каких-то олигархов, потому что санкции это оружие. У нас сейчас война. Мы вместе с цивилизованным миром боюем против России. Один из видов вооружения это санкции, которые мы применяем по отношению к российским всяким различным деятелям. Тот, кто пытается снять санкции, все равно же пытается защитить мобилизованного, в которого мы стреляем. Мы в него стреляем, а кто-то выйдет и скажет, нет, в него стрелять нельзя, ведь у него дома осталась маленькая сестренка. Ну, какие-то такие аргументы, неважно. Это война, поэтому те, кто защищает наших врагов, такие, в общем, они нам точно не партнеры в этой ситуации, как минимум. А кого-то мы выбираем себе в партнеры, таких, как те, кто с уважением относится к Украине, соблюдает ее, предлагает соблюдать ее законы, территориальную целостность, пусть даже в прошлом так и не было. Вот Навальный, вот Ходорковский, вот Каспаров, люди, которые там, или Чичваркин снова упомянул, люди, которые откровенно в этой войне уж как минимум не против Украины ничем. Вот. Это наша позиция по этому поводу. Теперь, почему я прошел в Риге, я честно не знаю, я знаю, что раньше в этом, в Риге, там библиотеку хорошую построили, кто-то построил, но не знаю, в библиотеке они заседали, я просто пытался что-то прочитать, там было написано у них на сайте, что форум проходит в закрытом формате, поэтому там не было, я не знаю, может потом что-то выкладывали, да, ну, слушайте, они не обязаны же, не обязаны, раньше они просто транслировали прямо заседание, а сейчас было написано, что это закрытый по приглашениям формат и так далее, поэтому я не в курсе, что они там, собственно, в чем было обсуждение, каким выводом прыжки, извините. Субтитры создавал DimaTorzok